Сейчас, Роман Григорьевич, знаете, я бы хотел обсудить событие, страшное событие, которое действительно на выходных шокировало, потрясло. Это страшнейший теракт, который произошел в Стамбуле. Конечно же, друзья, вы все прекрасно знаете, что количество раненых уже давно перевалило за полсотни, постоянно количество погибших лишь увеличивается. Мы прекрасно понимаем, что, да, с одной стороны, это может быть теракт никак не связанный с войной, но с другой стороны, давайте порассуждаем. Смотрите, впереди, вот уже завтра буквально, саммит G20. Событие страшное произошло именно в Турции, мы знаем какую-то неоднозначную позицию Эрдогана. Как вы думаете, что это было и нет ли, по вашему мнению, здесь какого-то российского следа в том, что произошло? Первая мысль, которая возникает, если где что-нибудь в мире происходит плохого, да, особенно с гибелью мирного населения, первая мысль – это россияне. То есть это первое, что в этом, наверное, последнее, особенно последнее время, россияне несут всему миру, это не только участникам или каким-то контактным группам. Мы видели несколько лет назад, когда взрывались самолеты с Египта, и очень много такого рода моментов, где реально участвуют россияне. И отравление людей в Лондоне и Европе, то есть там везде стоит, так сказать, вот это российский след, российская курица двуглавая. То есть здесь первая, конечно, мысль – это работа россиян. Причем то, что такого рода действия происходят перед G20, перед тем, когда один из главных, наверное, тем дня будет война и оккупация россиянами Украины, и какие-то действия по этой беде для нас. Скорее всего, это может быть как раз российский след. Как всегда, радикальное действие, то есть погибли мирные люди. Раз гибнут мирные люди, значит, это уже не военный подход, это уже подход. Ни один уважающий себя офицер не выполнит определенную задачу, где гибнут люди, даже если это и противники. Мирняк в этом смысле – это за скобками войны. А раз это так, это спецслужбы, спецслужбы, мы понимаем, какие могут быть у россиян. То есть если это российский след, это российская ФСБ, либо российская группа. Вопросы, которые, допустим, которые хотели решить этим такого рода терактом, те люди, которые его совершили, они в ближайшее время будут на поверхности. Я думаю, Эрдоган – это довольно-таки, это не мальчик для битья, Эрдоган – это воин. И этот человек довольно-таки жесткий, и если он реально поймет, откуда ноги растут такого рода терактов, то мало не покажется ни исполнителям этого теракта, ни спецслужбам, которые выполнили этот теракт, ни той стране, которая принесла такую беду мирным жителям Турции. Потому, я думаю, в ближайшее время это будет четко понятно. У турок очень толковые спецслужбы, хорошая разведка, и причем разведка у них, она такого типа конфидента, у них очень много конфидента по всему миру. То есть, есть определенные каналы, по которым турки получают, турецкие спецслужбы получают информацию, тем более они получаются в центре сейчас такого довольно-таки жесткого мира, жестких отношений, с одной стороны Иран, Израиль, Россия, то есть Сирия, и в Ливии они там завязли. То есть, есть определенные моменты, когда спецслужбы работают на максимальную производительность. Я думаю, этот вопрос будет решен, и накажут, а на Эрдогана накажут жестко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!